Музей истории Санкт-Петербурга пополняет список одного из наиболее крупных музеев данной тематики на территории Российской Федерации. В нем насчитывается более полутора миллиона выставочных экземпляров. Все они рассказывают историю города на Ниве от самого основания и до нашего времени. Петропавловская крепость считается уникальной в своем роде архитектурной памяткой ушедшего века, а также показывает все величие искусства фортификации того времени. Петропавловский собор находится во главе данного архитектурного сооружения. В нем нашел свой покой всем известный дом семьи Романовых. Выставочные экспонаты музея расположены в нескольких локациях. Ними являются «Собор святых Петра и Павла», «Бастионы крепости», «Жилище коменданта крепости», «Дом господина Румянцева», «Конюшенное ведомство». В 1908 году петербургская художественная элита основала музей Старого Петербурга. Со всех уголков России в музей начали поступать уникальные вещи, в том числе старинные произведения искусства и книги. Все предметы, поступавшие в фонд, были связаны с историей города. До 1918 года коллекция насчитывала 2865 экспонатов, среди которых собраны эскизы архитектурной графики известных художников, старинные чертежи и экипажи. А также изделия, изготовленные заводом по производству фарфоровых изделий, владением самого императора. После начала революционных событий музей был закрыт, а экспонаты перевезены. В 1918 году в Питере был построен музей так называемой культуры города. Должность музейного директора занял именитый архитектор и ученый в области архитектуры Лиинелла. В 1938 году художественная элита города основала музей истории развития тогда еще Ленинграда, который расположился в Румянцевском особняке. В 1991 году город Ленинград возвратил свое историческое имя, и музей стал государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Музей истории религии в Санкт-Петербурге «Крепость Петра и Павла» проводит музейные выставки, носящие постоянный и временный характер. Петербургский музей истории состоит из нескольких частей. Большая часть размещена в крепости Петра и Павла, одного из самых главных городских символов. Обратите внимание, кроме императорской усыпальницы здесь можно посмотреть восстановленные императорские комнаты, полные ценных реликвий. По левую строну Петровской куртины можно посмотреть элитную коллекцию мебели, фарфоровых, стеклянных и керамических изделий. Интерактивный музей истории России в Санкт-Петербурге выставка расположена возле собора святых Петра и Павла, в длинном здании красного цвета. Много лет это строение служило жилищем для коменданта крепости. На выставке представлено большое количество старинных артефактов, чертежей, книг и карт. А также скульптуры и живописные картины Петровской эпохи. Экспонаты музея помогают ознакомиться с простой жизнью обычных людей того времени, которые проживали в городе в XVIII веке. Каждый отдельный зал заполнен экспонатами разной тематики. Одежда, предметы быта, техника, посуда в мельчайших подробностях показывают и рассказывают о настоящей жизни петербуржцев тех веков. Зоологический музей Санкт-Петербурга строение в два этажа в форме пятиугольника на Трубецком бастионе в крепости Петра и Павла вначале исполняло роль изолятора, в котором проводилось следствие. Но спустя время это место стало страшной тюрьмой с высочайшей системой изоляции невольников, как от окружающего мира, так и от всех остальных. Через это строение прошло много известных российских революционеров. Дополнительная информация. На выставке можно увидеть восстановленные камеры, которые описывают все периоды существования Трубецкого бастиона. Реалистичные фигуры надзирателей расположены по всему периметру тюрьмы, а в камерах сидят заключенные в поношенных халатах. Коммуналки Санкт-Петербурга стали характеризировать целую культурную эпоху, которая появилась в начале революции и существует до наших дней. Одну такую квартиру воссоздали в помещении особняка господина Румянцева. Внутри расположилась комната одинокой хозяйки. Рядом с ней – жилье семейства из деревни. По соседству с ними обитает художник «Хрущевской оттепели», а возле него – петербуржец 70-80-х годов. Все они вместе делят небольшую кухню, оснащенную советским рукомойником, столом, шкафами с посудой и разной кухонной утварью. Выставку можно посетить каждодневно с 11 часов до 19 часов, с единственным выходным в среду. Цена билетов – от 40 до 200 рублей. Звездочка. В 1932 году несколько помещений Иоанновского Равелина заняло первое в Российской империи бюро двигателей для космических ракет. Коридоры музея заполнены ними, а рядом находятся кабинеты конструкторов, среди которых и Глушко ВП. Руководители разработки систем вывода ракетных установок и спутников на орбиту. Экспозиция дает возможность ознакомиться с историей Ленинграда в период войны и блокады, которая продолжалась 900 дней. Музей работает с 11 часов по 18 часов с выходным в среду. Музей посвящен авангардному искусству в Российской империи. Он расположен в жилище Матюшина МВ. Известного музыканта и педагога. Находится по адресу, улица Попова, 10. Работает каждый день с 11 часов до 18 часов. Среда – выходной. На сегодняшний день посетителям музея представлены мемориальные комнаты и типографии, которые использовались в самом начале XX века, а также различные типографические инструменты. Иногда в этих помещениях проходят временные экспозиции, которые посвящаются истории развития издательского дела на территории Российской Федерации. Работает выставка с 11 часов по 18 часов. Выходной день – среда. Экспозиция находится на втором этаже, где поэт Александр Блок провел последние несколько лет своей жизни. Данная выставка описывает жизнь и творчество этого человека, которая изображена через личные вещи, рисунки, книги и литературные наброски Блока. Факт – все вещи являются подлинными и доставленными из коллекции Пушкинского дома. В экспозиции присутствуют фотографии, документы и книги, связанные с другими литературными деятелями Серебряного века. Все они каким-то образом появлялись в разных периодах жизни Блока. Все они хоть один раз, но гостевали у поэта на квартире. Находится квартира музей по улице Декабристов 57, квартира 21-23. Сергей Миронович Киров являлся главным секретарем областного комитета КП города Ленинграда. Музейщики в точности реконструировали интерьеры дома политического деятеля. В помещениях все желающие могут увидеть настоящую документацию и фотографии, а также вещи самого Кирова. Музей находится по Каменноостровскому проспекту 26-28. Его двери открыты для посещения ежедневно с 11 часов по 18 часов с выходным днем в среду и каждый четвертый вторник месяца. Исторические музеи СПБ, которые составляют целый комплекс под названием Государственный исторический музей Санкт-Петербурга, находятся поблизости гостиниц, нескольких кафе и точек быстрого питания. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу включает в себя полный туристический маршрут по всем филиалам музея. Важно, экскурсию можно заказать по телефону. Все номера, а также описание исторического музея можно найти на официальном сайте. Посещение Петербургского исторического музея будет интересно как взрослым, так и детям. Некоторые помещения частично интерактивны, что делает экскурсию еще более интересной для маленьких посетителей. Такого рода экспозиции и выставки позволяют каждому человеку коснуться истории своего города от момента основания и до сегодняшнего времени. Иногда экспонат способен рассказать о том или ином периоде лучше, нежели несколько учебников. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.